всем привет друзья с вами болтарец и мы продолжаем проходить визуальную новеллу мирт утром выходя на работу антон почувствовал запоздалое облегчение все в порядке все обошлось никто не потерялся в лесу дела идут своим чередом его настроение разделяли и другие соседи по общежитию улыбались и делали желали ему доброго утра встречая в коридоре и во дворе казалось то что антон накануне принял участие в поисках сделаю его ближе к старожилам городка и только одно все еще заставляло антона задуматься этот странный побег нэнси разве не в таком же состоянии он был когда ушел в лес с вечера поэзии может она тоже чувствовала что-то такое невыносимо горькой и просто не смогла остаться может это как раз то о чем говорил стивом город ее не принял но было в этом что-то лицемерное город не принял звучит слишком отстраненно будто каждый из жителей городка не принимает участие в том что приживется здесь новичок или нет разве немного понимания и поддержки для новичков не сделали бы все проще наверное это один из их странных негласных законов не подбирать новеньких позволить им самим осваиваться так иногда учат плавать бросают воду и смотрят как несчастный будет на выкарабкиваться впрочем к белому все отнеслись дружелюбно и с первого его дня здесь включая самого антона и здесь нет ничего странного белый вел себя располагающие они закрыта как антон но у белого очень внимательный взгляд не часто во время разговора с человека можно почувствовать что он действительно хочет тебя услышать в то же время белый не стремился глядеть прямо в глаза что всегда казалось антону невежливым и даже вызывающим жестом пожалуй белый был идеальным собеседником и все же антон не мог не сомневаться в его искренности он совсем не привык доверять людям не мог просто принять что этот его знакомый так дорожит их общением что постоянно заговаривает первым и проявляет инициативу когда он антон ведет себя довольно отстраненным а ведь он такой же новенький как нэнси вдруг пришло в голову что если ему нужна моя поддержка что если и он чувствует себя здесь одиноким но белый не выглядел одиноким или несчастным совсем наоборот он всегда улыбался и со всеми находил общий язык он не душа компании нет но вполне органично в ней смотрится чего не скажешь об антоне или нет в конце концов кто из жителей городка отнесся к антону плохо до скал говорил странные даже грубые вещи но ведь он и сам странный может это просто его специфическое чувство юмора может он всегда так разговаривает другие соседи по блоку саша с вероникой всегда ведут себя вежливо хоть и без особого дружелюбия оно и понятно ведь они наверняка увлечены друг другом и не видят ничего вокруг стива проводит много времени за работой и вовсе не должен заниматься адаптации новичков так что если задуматься выходит что дело самого начала было восприятие антона тебе 20 пора бы перестать драматизировать рабочий день показался антону невыносимо долгим он отвлекся и допускал одну ошибку за другой это не ускользнуло от внимания ниши так что антон получил недолгий но полный ядом выговор к вечеру он чувствовал себя выжатым лимоном до ужина оставалось несколько часов и он мог бы отдохнуть в комнате можно было бы даже спуститься спустить ужин пропустить точнее ужин и просто лишь спать до утра но ребята у нас есть карта с крестами я думаю стоит да сходить на прогулку возможно что нибудь интересненькое мы еще обнаружим поспать он еще успеет а вот на поиске отмеченных на карте мест лучше отправиться сейчас пока не стемнело осталось всего два места где он не был одно из них озеро где-то за лесом туда антон точно не пойдет до второго крестика который помечал кафе луна здесь было как раз недалеко тем более что дорогу он уже знает вытащил дневник из сумки посмотрел на обложку может стоит просто спросить у стивы кто раньше жил в его комнате это самый простой путь а он от чего-то решил пойти по-трудному с другой стороны разве так не интереснее антон привет как работа привет честно сказать не очень хороший блокнот твой ежедневник нет совсем не совсем ежедневник ответила антон потом добавил и не совсем мой он ясно хорошая ли это идея рассказать о дневнике он не знал но рассказал и про половицу и про вырванные листы и про карту и вот сейчас я иду к последнему кресту с тобой можно белый же не в первый раз показывал что не против пообщаться или ему совсем одиноко или антон действительно кажется ему интересным собеседником конечно пойдем лучше успеть до темноты по пути белый листал дневник бегая глазами по строкам иногда хмыкая видимо делая выводы и что ты думаешь что это очень странно даты недавние вплоть до вчерашний может чья-то шутка чья разве что я сам его написал чтобы тебя разыграть я думал о таком варианте невозмутимо сказал белый но ведь это я с тобой заговорил о дневнике вряд ли это бы смог бы так все просчитать к тому же ты как-то не похож на психа который стал бы писать целый дневник ради розыгрыша думаю вывод напрашивается сам собой кто-то был в твоей комнате и подложил дневник антон почему-то даже не задумывался о таком варианте но а почему бы и нет это было самое логичное объяснение сначала кто-то подложил полупустой дневник затем оставил все эти вырванные листы и отметил их на карте только кому это понадобилось как думаешь у кого кроме стивы есть ключи от наших комнат не знаю но скорее всего только у стивы да да ну он точно не причем как скажешь белый его уверенности не разделял неужели правда стива быть не может кто угодно мог сунуть дневник под доски перед его приездом может кому-то даже и не была заперта после того как предыдущий владелец и выехал может сам предыдущий владелец и оставил дневник но кто бы ни был автором дневника это очень очень странный человек а показалось вы черновосточное здание луны они обошли его по кругу но ничего не нашли только тогда белый заметил бумажку привязанную к ветке дерева неподалеку они прочитали ее молча каждый в своих мыслях стой этот фильм подал голос белый это лангольеры фильм совсем новый это точно чья-то шутка он покачал головой ну да сну дневник в тайник одно раскидывать везде эти листы какие вообще были гарантии что мы их найдем и же могло ветром снести например продолжая строить предположение вернулись в городок и наткнулись на столпотворение во дворе у вот вы где привет а что такое готовимся купальной ночи там саша собирает людей для такого дела если желание поучаствовать подойди к нему а тут к этому празднику масштабно готовится антон не мог вспомнить чтобы где-то еще вообще не замечали этот странный языческий праздник но купала всегда собирается много людей и городок и местные так что мы стараемся сделать все как следует сам понимаешь для тех кто приехал на лето это единственный праздник здесь хочется чтобы у всех осталось побольше впечатлений стива говорил в обычном дружелюбном тоне но будто думал о чем-то другом антон поискал сашу глазами в толпе не нашел а потом заметил тот вместе со скалом и дианой стояли поодаль у крыльца привет меня стива к вам отправил здорово антон мы тут обсуждаем где взять солому для чучела украсть поправил оскал чего ты вообще взял что это обязательно можно же попросить нельзя это древний обычай ты уверен что не сам это придумал нигде мы ее украдем дяди игоря не думая ответил оскал мы туда не пойдем диана затрясла головой нет 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 ближе к езду живут всякие бабулечки они даже не заметят ничего почему не пойти к ним это обесценит само воровство возразила скал весь смысл в риске и адреналине а кто такой дядя игорь вмешался антон темный колдун серьезно сказал оскал дедок который порвет нас на части если мы подойдем к его участку и у него злая собака говорю же идеальный вариант так ладно нужен план кто-то будет стоять на шухере снаружи кто-то проследить за дядей игорем с улицы а кто-то будет непосредственно ворвать солому кто точно идет о я в деле антон давайте нет подождите блять а пойти или нет давайте не пойдем а нахуй на их и так трое один будет стоять на шухере другой будет пиздить солому а другой отвлекать дядю игоря просто как бы ну я не знаю мы новенький здесь не хотела бы не хотелось бы вляпаться в какую-то историю поэтому нет ребятки конечно спасибо но идите кого нахер ты чертовски прав пожал плечами саша ладно думаю тут еще много занятий кстати ставила диана ты не могу помочь девочкам с венками вот это да я думала заниматься этим вместе с ними но как оказалось у меня нет таланта к плетению только цветы испортила эта перспектива выглядела более приятно безопасно по крайней мере антон кивнул прекрасно ну удачи вам соломой если мы не вернемся не поминай лихом надеюсь там им собака жопы пооткусывает воровки и воры девочки вероника и лиля сидели за столом над которым выселась огромная куча полевых цветов они что-то обсуждали и вероника смеялась алиля хмурилась антон подошел ближе разговор тут же стих как а ну привет вероника подняла к нему голову ты пришел нам помогать похоже на то на диана нас бросила ради соломы так что лишние руки не помешают садись на мою лавку я постелила плед только я плести не умею признался антон не беда это просто антон взял в руку и взял из кучи пару стебельков так вот вероника продолжила разговор который он который антон случайно прервал я чем хотела сказать он мне намекнул что хочет с тобой пообщаться намекнул это сложно было не заметить хмыкнула лиля это когда точно ты тогда еще была в отъезде саша устраивал тут дискотеку недели три назад так вот они все сюда приперлись тебе приставал лукаво улыбнулась вероника нет не совсем это было довольно ужасно ну он просто не умеет производить впечатление но намерения у вас самые благие я его хорошо знаю ты ведь не собираешься меня с ним сводить слушай такие разговоры вообще не очень интересно уж когда ты понятия не имеешь о ком идет речь просто невыносимо антон невольно вздохнул и этот вздох не ускользнул от внимания девочек утомили антона давай сменим тему я не хотел вам мешать просто своем думал да ладно что его обсуждать он ведь придет сегодня на праздник вот придется избегать его всю ночь но он тебя не найдет даже не сомневайся смотрите какой цветок лиля решила резко сменить тему это ты принесла ник я здесь таких не видела антон без особого интереса посмотрел на синий полевой цветок который или держала в руках нет не я но это как же он называется василек антон обнаружил что почему-то знает это название да точно только стебель слишком короткие для венка не подойдет лиля отложила цветок сторону но вероника подобрала его и вставила в свои волосы нечего разбрасываться добром она улыбнулась тебе идет сказал антон кофте подходит спасибо будто удивилась его словам вероника остановила на нем взгляд это кардиган заметила лиля что что кстати холодно становится а я предлагала тебе сидеть на пледе но ты предпочитала холодную лавку давай я уступлю тебе место нет нет если мне нужен плед то только чтобы укутаться я схожу в комнату и вынесу одеяло предложил антон потому что темы разговора во дворе его не слишком вдохновляли как и плетение венков он а может тогда заглянуть и в мою комнату взять плед без проблем я не запираю дверь просто зайди и возьми с кровати антон быстро поднялся свой блок казалось он один во всем общежитии так тихо было внутри стащил с кровати одеяло и зашел в комнату вероники на полу лежала сложенная вдвое бумага кажется ее просунули под дверь на бумажке было от руки выведена вероники антон осторожно поднял записку она не запечатана так что ничего страшного не случится если он прочитает ее а как бы его вообще не ебет тот факт что это вообще плохо нельзя что ты и чужие записки и сообщения читать аккуратный почерк всего две строчки твой парень не тот кем ты его считаешь спроси его о том что было на 8 марта кто-то должен был открыть тебе глаза что это значит и кто мог написать такой вероники желает ли этот кто-то и добра или здесь что-то другое антон положил записку обратно на полу вероника не знает что записка была здесь до его хода значит никак не поймет что антон ее читал но как ему выяснить о чем речь не может же он сам спросить про это 8 марта у саши взял плед и сбежал по лестнице вниз чтобы не имел ввиду автор записки веронику это расстроит и заставит переживать может стоило спрятать или выбросить ее еще раз повторяю мы вообще в принципе не должны были ее читать поэтому естественно мы забирать ее не будем оставим на месте пусть вероника и прочитает это их дела лезть чужие дела точно не то что здесь одобряют вот а нахер ты ее тогда читал то придурочный если саша и правда что-то не так пусть вероника знает вздохнул вернулся за стол будь что будет благодарю улыбнулась вероника куда есть в плед чуть ли не с головой антон накрыл плечи своим одеялом и снова взял в руки злополучные стебельки но он уже понимал почему диана решила заняться воровством соломы вместо венков он что это тут у вас склонился над столом не весь откуда взявшийся белый не дожидаясь ответа продолжил а я тут сахар пытаюсь найти хотел кофе попить а на кухне в блоке пусто я проходил по другим блоком никого нет тишина у меня точно есть сахар можешь взять хотя нет сам ты его не найдешь она тяжело вздохнула и выбралась из теплого отдельного кукона пойдем когда вернулась лица на ней не было от праздничного настроения осталось и следа прочитала значит ты какая-то невеселая что-то случилось да нет пожалуй плечами все нормально села рядом с антоном и притихла интересно спросит сашу или сделает вид что ничего такого не знает в итоге антон все же научился вести пленки хоть и уступающие остальным по аккуратности со стороны леса появилась диана запыхавшаяся и довольная как кошка объявшиеся сметаны как ваша солома дядя игорь нас заметил начал пальтизу я блять ребят слава богу что мы не пошли иначе бы нам тут точно задницу бы отстрелили ты ты серьезно все хорошо да он нас пугал вот и все мальчишки пошли через город она плюхнулась на лавку рядом с антоном тяжело дыша тут же появились и мальчики саша и оскал грязные нос соломой принесли таки ухмыльнулась ли я вас не верила скажу честно вероника молчала глядя в одну точку саша бросил солому на землю отряхнул руки и наклонился к веронике поцеловать щечку но она отвернулась оу прости я весь в грязи представляешь пока бежал споткнулся о камень и покатился по траве он правда стрелял да я орал у нас диана спасла она его в окне увидела и дала сигнал вообще соломы было больше мы по пути половину растеряли этого хватит молодцы у нас тут тоже все готово давайте выдвигаться я только схожу кое зачем кинул антон дневник все еще был с ним во внутреннем кармане куртки тащить его на берег не хотелось только давай быстро там уже все началось не ждите меня идите я приду позже вернулся в комнату сел на кровать он не был удивлен что хочет идти на праздник не был уверен что хочет идти на праздник и пока не принял решение вспомнился вечер поэзии как не уютно он себя чувствовал тогда сейчас все изменилось он больше не был один а нежелание идти на праздник было связано с другим со странным предчувствием верить предчувствием глупо антон слишком рационален для этого но зачем идти туда куда идти не хочется с другой стороны еще утром от этого праздника чего блять с другой стороны еще утром он этого праздника ждал нет позже дома он будет вспоминать мир ты этот день когда решил пропустить самый главный летний праздник и отсидеться в комнате вспоминать и жалеть так что хочется или нет а пойти стоит выглянул в окно лилия оскал и диана уже ушли а вот вероника и саша стояли во дворе сцена немого кино вероника качает головой саша тянет к ней руки она делает шаг назад отстраняется затем разворачивается и бежит корпусу а саша остается стоять посреди двора глядит вслед долго не шевелится потом со злостью пинает лавку видимо о записке она все-таки спросила и саши ответ ей не понравился антон снул дневник ящик стола и выскочил во двор пока он спускался к берегу темнота стала гуще и холоднее с берега слышны крики блеск треск тропа треск костра мелодии чьей-то гитары антон почему-то почувствовал трепет как в тот день когда приехал в мир что-то начинается что-то должно произойти людей на берегу оказалось больше чем антон ожидала вдали танцевали под музыку льющиеся из потрепанного магнитофона у воды запускали венки здесь были незнакомые девушки из местных которые в городке никогда не появлялись десятки венков качались на воде дрожали огоньки зажженных на них свечей вдали ближе к лесу расположилась шумная компания местных стива не врал сегодня многие из них пришли на этот праздник организованный городком наверное сейчас ребят что-то должно опять случиться может быть кто-то потонет потому что беды беды нам пророчили антон направился туда где было больше всего знакомых они собрались у воды кружев какого-то кого-то кто сидела на бревне антон протиснулся ближе и увидел солнце то держал руках гитару улыбался увидев антона показал мир двумя пальцами так чего бы начать давай чё по классике значит с битлов он нежно приобнял гитару и быстро без раздумий начал играть норвежский лес к толпе слушателей то и дело присоединялись люди антон заметил здесь даже таро анну и других местных солнце играл и пел одну песню за другой принимал заявки которые выкрикивали в толпе будто знал все песни какие только есть на растущая толпа понемногу оттеснила антона от берега и он чтобы не задохнуться в этой тесноте выбрался из кружка у костра пьяна визжа тушила горящую юбку местная девушка мужчина схватил ее на руки подбежал к реке и бросил прямо в холодную воду затем прыгнул следом оба смеялись и брызгались и разметали в стороны плывущие венки дикость эй позвал знакомый голос лили водрузила ему на голову венок и тот тут же съехал на глаза ты какой-то не очень веселый ты тоже заметила антон поправляя венок ну я всегда такая перманентно перманентно усмехнулся так только ты могла сказать если вдруг хочешь выпить там маска притащил новый ящик пива холодновато для пива а ты прыгни через костер сразу станет тепло а ты уже прыгала сомнением спросил антон ты можешь представить как я прыгаю через костер вот и я нет ладно веселись она ушла антон пока не знал как именно должен веселиться хотя вокруг со всех сторон царила веселье с другой стороны костра все еще доносились звуки гитары и пение и антон с удивлением узнал голос стивы мои видавшие шузы под пылью тысяч городов антон протиснулся ближе где музыку он не перекрывал шум голосов стивы сидел на бревне вокруг толпились ценители здесь антон обнаружил и лилю она завороженно глядела как прокуренные пальцы стивы бегают по струнам я вас нашел не нужно слов закончил без улыбки выслушал хор аплодисментов ладно сейчас еще одна про коперника на стива позвал голос который ни с чем не спутаешь толпа расступились пропускай маркизы к бревну стива отложил гитару нужно поговорить под ним под недоумевавшими взглядами ребят стивы и маркизы вышли из кружка и исчезли в леса ладно может кто-то еще хочет сыграть оставаться теперь было незачем янтон направился к реке вероника и диана запускали венки в плавании сидя у самой кромки воды антон будешь прыгать через костер не думаю но и зря кстати костер не такой уж высокий в этом году в прошлый раз огонь поднялся так высоко что полил ветки дерево которое стояло рядом и через него все равно прыгали даже все живы остались ладно диан мне уже холодно пойдем прыгать но диана не ответила она глядела вдаль на лице застыла маска испуга антон невольно проследовал за ее взглядом диан позвала вероника что там такое спросил антон он не был уверен что видит что-то необычное в деревьях и правда что-то шевелилось просто ветер или кто-то живой обернуться к девочкам теперь в темноту леса всматривались обе глаза вероники в момент округлились о нет сказала она не своим голосом ника что это такое раздался крик кто-то смачно выругался под самым ухом кто-то опять из наткнулся на антона и чуть не сбил с ног и тогда антон увидел это тоже а что там произошло господи нужно поговорить толпа стихла стива втянул воздух сердце пилило грудную клетку изнутри чтобы марка не собирался сказать это что-то очень важное и очень плохое стива оставил гитару и пошагал вслед за марком прочь с берега они дошли до самой кромки леса дышащего холодом здесь было совсем темно стивы едва различал очертания лица марка он не мог видеть с каким выражением марк сказал звонили из села ниже по реке они нашли тело чё тупо спросил стива и так зная ответ настя черемховой нет 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 возразил стива она уехала она оставила записку стива на плечо легла его рука сегодня утром рыбак вытащил ее тело из воды мне очень жаль это не она почувствовал как глаза наполняются слезами не нэнси как же записка мне очень жаль повторил марк они стояли и молчали дрожа на холодном ветру вернуться на праздник стива теперь никак не мог как он скажет эту новость другим как скроет ее других с берега послышались крики стива и марка не перекинувшись и словом ринулись назад на праздники царила паника люди беспорядочно носились в разные стороны кто-то пытался подняться с берега кто-то не понимал что происходит и просто не хотел быть задавленным толпой что случилось закричал стива надеюсь что кто-то найдет время ему ответить безликий сказал марк стива поднял взгляд на лес они были там глядели горячими глазами существа сплетенные из самой темноты густой и непроницаемый стива застыл он не верил до последнего даже когда таро призналась что все это правда даже когда аскал рассказывал как видел этих существ и даже когда год назад студенты из городка погибли при невыясненных обстоятельствах он не верил ни из упрямства просто боялся что потеряет рассудок если поверит и вот теперь не поверить было нельзя берег пустел стива понимал что нужно бежать но ноги больше ему не принадлежали иди в город крикнул ему марк после чего беззвучно растворился в воздухе оставив только клубок пара который выдохнул мгновением раньше так вот как марк уходит в тень подумал стива не очень похоже на уход верно слово переносится подошло бы лучше он продолжал стоять на месте словно прибитых земле видел как сторону леса идут другие таро алекс вероника идут и переносится в тень просто исчезая почему они уходят почему оставляют его всплеск холод не исчез но почему-то перестал быть важным свет костра исчез тоже осталась темнота и шум будто помехи по телевизору стива закрыл глаза пытаясь стряхнуть на вождение но когда открыл их лучше не стало где-то вдалеке шумела вода так далеко словно до реки было не три шага а целая вечность безликие теперь были ближе хотелось закричать звать на помощь но в легких не нашлось воздуха даже на одно слово стива повернулся бежать но безликие были и позади тоже он только сейчас понял что окружен и что круг сжимается и это вдруг потеряла значение стива вдохнул пропуская тень через свои легкие она была крепкая и рыхлая совсем как сигаретный дым не так уж и страшно совсем не страшно стива ее низкий искаженный голос больно ударил по барабанным перепонкам разбил густоту тени безлики вдруг расступились бросились стороны и почти растаяли тогда стива смог увидеть ее саму таро держала старый фонарь и его теплый свет словно возвращал краски всему чего касался безликие боялись этого света разлетались прочь таро ее глаза были бесконечно черными чернее тем и кругом я вытащу тебя что стива глотал воздух не находя слов для вопроса таро ступила ближе он растерявшись попятился назад один шаг и он словно провалился в яму пока летел к ее дну потерял из виду и таро и безликих вокруг не осталось ничего кроме самой тени стива толкнул в нее толкнул в ней захлебывался ею пропитывался ею но это не было больно я могу плыть сказал сам себе и поплыл для этого не требовалось двигаться тени слаева куда-то сама по себе она была и не просто веществом она была живой стива мог чувствовать ее дыхание я могу плыть не было нужды держать глаза открытыми и он их закрыл не было нужды вдыхать и выдыхать и он перестал откуда ты издалека из другой вселенной до него доносился женский голос повторяющий раз за разом или это эхо одно и то же слово стива его там ждут ему нужно идти он рванулся прочь и почувствовал сопротивление словно поднимается из глубокой воды стало больно и холодно он открыл глаза над ним было небо стиве понадобилось несколько минут чтобы вспомнить как правильно дышать затем чуть больше чтобы встать на ноги потому что до этого он лежал на снегу вокруг столько хватало вокруг сколько хватало взгляда был только лес и дневной свет но ведь только что была глубокая ночь в каком он моменте времени и где он холод волнами окатывал его тело укутанное в осеннее пальто сколько времени у него есть прежде чем он замерзнет скрестил руки на груди словно это поможет не выпускать тепло из тела и пошел куда глаза глядят все лучше чем стоять на месте и медленно замерзать таро пыталась вытащить его но не смогла где она сейчас выжила ли после встречи с безликими что случилось другими кто пошел в тень марком вероникой алексом шаг за шагом ничего не менялось лес потаивший снег морозный воздух клубы пара изо рта он шел час другой третий сгущались сумерки вот-вот стемнеет и тогда точно конец новый шаг оказался последним ноги подвели стиву он рухнул на землю в рот тут же набился снег хотелось спать он боролся столько сколько мог наверное на этом действительно все подполз к дереву села першись на его ствол не хотелось умирать лежа ничком на холодной земле хотелось встретить смерть хотя бы лицом к лицу в глаза и правда взглянуть не получится веки уже опустились и он не находил себе сил их поднять стива пришлось все-таки открыть глаза ему это кажется ему это снится слава богу выдохнул марка я ищу тебя уже почти сутки боялся что ты замерз пойдем же странненько все конечно это происходит появляются ребятки безликие что это за существа и как будет развиваться история дальше мы узнаем в следующей серии подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока